МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы говорим о Перетто и произносим имя Герард Васильев. Все вы театралы и все спешите в залы Любить искусство выше счастья нет Но признаюсь прямо, что мне мила не драма Люблю я Перетто и Балет Вы хоть всю страну из Колесити, а второго Герарда, да еще народного артиста с таким редким именем, не встретите? Он у нас один такой, родившийся далеко на русском севере, названный родителями в честь голландского картографа 16 века Меркатора, он должен был быть метеорологом, продолжить их дело. Ну или в крайнем случае большим военачальником. А стал в итоге одним из самых популярных артистов Аперетты в нашей стране. Ах, твой взгляд, моя красавица, Да мне все сердце, сердце истомит. Герард Вячеславович Васильев. Кавалер, навсегда влюбленный в свою даму по имени Аперетта. Я иду к Максиму я, там ждут меня друзья, Там жар сердечный тенят, там дружбе не изменят. Там смех, там блеск огней, веселый круг друзей, И забываясь в руку и на душе... Герард, я вас приветствую в моей истории. Очень рад вас видеть в добром здравии, в прекрасной форме. Ну как это и происходит уже много-много лет. Ну да, я тоже рад нашей встрече, да. Красавский, красавский, красавский Кавалер, Красота, милиция, развлечения, Всящий, успешный, красавский Кавалер, Вам непонятный любви вложенья. Красавский, красавский, красавский Кавалер, Купей, укривайтесь в мгновенье, Программу можно изменить, И знала, как вчера любить, Считая ни тревоги, ни сомнений. Когда вы начали свою работу, вот уже такую профессиональную в театре оперетты, вам было 33 года. Да. Вы пришли в таком уже не 20-летнем парнишкой, а сколько педагогов сменили, сколько было ужасов всего, пока вы себя нашли. Да. Вот вы помните себя в детстве, когда вы начали петь, вот осознанно, что вот взял и начал голосить. Ну это было очень просто. Когда меня приняли в Суворовское училище, все должны были петь в строю. Значит, у всех проверили голоса. И у меня оказался звонкий голос. Вот и все. До этого я не помню, чтобы я пел. Меня не ставили на табуреточку, я не читал стихи, не пел песни гостям, ничего такого не было. Да и детства счастливого тоже не было. Оно оборвалось у Геры в 7 лет. Мать Татьяна Николаевна получила похоронку. В ней сухие строчки о гибели на фронте мужа Вячеслава Константиновича Васильева. Шел 42-й год. На руках осталось двое детей. Чтобы выжить, Татьяна уезжает на работу на север, на метеостанцию в Белом море. И ничего не предвещало беды. Она заболевает, и ровно через год после гибели мужа уходит вслед за любимым, оставляя своих мальчишек круглыми сиротами. Когда умерла мама, мне было 8 лет, а брату 4 года, брату Анатолию, почему-то помню последние дни с мамой. Последние дни там, на метеорологической станции Инцын. В тот день, когда похоронили маму, мы с братом чего-то вдруг разогрелись, развеселились, на диване стали возиться. И вот тогда я услышу это выражение «Бедные дети». Они не понимают, что потеряли самое дорогое, самое ценное мать. Да. Но я это чувствовал всю жизнь. Родителей не хватало. Они любили друг друга. Вот это я помню, что они любили. Они были дружны. Никогда не повышали голос друг на друга. Мама умерла в 28, а папа в 33 года погиб. На Ленинградском фронте. Удивительно, что вас не отдали в детдом. По большому счету, двое мальчишек, круглые сироты. Нас оставил у себя начальник станции, который был... Друг папин, да? Да. Правда, потом он тоже уже ушел на фронт. Нас приютила его жена, у нее было самой двое детей. И вас двое. И нас двое, да. И полярный паек. Ну, а мы с братом ходили зимой на берег моря. И я на торосах собирал. А во время шторма и в полыньи поднимались волны и выбрасывал рыбу на эти торосы. Сайка называлась эта рыба. Брат сидел на берегу, а я ползал по этим торосам. Рыбу собирал. Да. Мы перезимовали, лето пережили. И глубокой осенью нас хотели усыновить друзья родителей. Ну, у них у самих уже было четверо детей. Вот. Но бабушка настоятельно просила, чтобы нас переправили в город Горький. Ныне Нижний Новгород. Бабушка Елизавета Евгеньевна забирает внуков к себе. Младшего Анатолия пристраивает в школу для одаренных детей, где мальчика учат пению, рисованию, сольфеджио. А вот старшего Герку отдает в Суворовское училище. Пусть закаляет характер. В итоге Анатолий по окончании школы поступает в строительный институт. И далее посреди учебы заявляет, что завязывает со стройкой и посвящает себя музыке. Анатолий Вячеславович Васильев становится солистом латвийской оперы, заслуженным артистом. Но все это будет гораздо позже. А пока Толя без пяти минут студент Ленинградской консерватории. А Гера уже на тот момент без пяти минут лейтенант. Второй десяток лет служит в рядах Советской Армии, учится на автомобильно-тракторных офицерских курсах и о певческой карьере особо не помышляет. Вдруг тебя на проходной спрашивают. Я рано утром прихожу, стоит брат. Я говорю, ты что только приехал? У тебя же еще там что-то институт. Я бросил в институт, приехал поступать в консерваторию. Кошмар. Вот он там в институте в самодеятельности он начал петь, у него оказался красивый голос бас-баритон. Он на одном курсе с Владимиром Атлантовым учился. Вообще удивительно, как судьба. Брат, который учился в строительном, бросил, пошел поступать, а старший брат... Ну, я-то поступил в консерваторию, держал экзамен на следующий день после получения лейтенантских погон. Это тоже было нормально. Ну, вот, все-таки 10 лет Суворовского училища и потом еще 5 лет... Потом 3 года училища Верховного Совета РФСР и 1 год центральные автомобильные офсерские курсы и звание лейтенанта. Но приказом главкома сухопутных войск на основании письма, которые послала консерватория на его имя, меня оставили служить в Ленинградском гарнизоне и разрешил главком учиться на вечернем... тогда были вечерние отделения. О том, что у Герки талант, гудело все Суворовское училище. Он главный запевало. Как грянет, аж на другом конце плаца слышно. Донеслось и душа, и командование, но нельзя такой талант в землю зарывать. Герарда Васильева решили вокалу обучать. Иван Яковлевич Струков, он был председателем гарнизонного смотра художественной самодетель, с председателем жюри. И вот после этого смотра в Доме офицеров, это дело было в девятом уже классе, я учился, я пел, я пел Арию Сусанина, Чует правду, и Запорожье до Дунаем. Теперь турок не казак, сдается, добре одевнулся. Пел басом, между прочим. Потому что главный хормейстер оперного театра, который вел у нас предмет хор, он после мутации, во время мутации он меня вообще посадил, я целый год не пел, он решил, что у меня бас. Ну и принес мне ноты, Сусанина, все как полагается. И вот Иван Яковлевич Струков, будучи председателем жюри, после этого третьего тура поднялся ко мне без лифта на четвертый этаж, он уже был немолодой человек, и сказал мне, что молодой человек, вы должны учиться пению, а я говорю, а я учусь, готовлюсь к служению Родине в офицерском звании, вот, а он говорит, вот когда вы Родине не понадобитесь, она вас позовет, а Господь Бог вам дал голос, вы должны учиться, научиться пению, чтобы радовать людей. Потом заведующий клубом, чтобы улучшить мои занятия вокалом, пригласил профессора из Горьковской консерватории. То есть вам привели педагога? Да, мне, и вот этому педагогу выписывались деньги за проведение музыкальных лекций, а он со мной два раза в неделю занимался, и вот он сказал, что нет, нет, голубчик, у тебя не бас, ты баритон, и я стал петь демона, которому внимался, совершенно верно, да. Вас же тогда прозвали Жеральдина Василина, да? Да, да. Часто отсылали петь либо в туалет, либо в сушилку, там хорошо звучало. Акустика, да? Да, все-таки служба-служба, армия-армия, но засасывает эта музыка и не дает покоя. Ну, если я, если я весь день на морозе с солдатиками, с машинами, я был командиром автомобильного взвода учебно-строевых машин, и потом в 6 часов вечера меня командир роты отпускал, я садился в автобус, ехал в консерваторию. Хорошо, если было место, а если не было, то я спал так стоя. Приходил, и вдруг предмет истории музыки классно, замечательно, звучит. Хоть подремать. Я как японцы с закрытыми глазами якобы, да, слушаю. Вот, но нет, ничего не плохо, я эти предметы любил, хорошо сдавал. Ну, вот когда вы учились, у вас было, наверное, представление все-таки про оперетту вы тогда не думали, да? Я представления не имел. Больше того, когда последние годы мне кто-то стал намекать про театр музыкальной комедии, я возмущался. А когда мне некогда было заниматься камерным пением, поэтому у меня, по-моему, там в дипломе даже камерный певец не указано камерное пение, потому что у меня все время не получалось вокал. Студент Васильев стал хватать тройки. Совмещать армию и консерваторию оказалось непросто. В 60-м году Никита Сергеевич Хрущев решил сокращать армию. И наши курсы, автомобильные, тракторные, офицерские курсы, должны были прикрыть. И тогда генерал Раевский, начальник курсов, пригласил меня, он не вызвал, а пригласил, и сказал, ну что, Герарат Вячеславович, как поступим? Вы хотите продолжать службу в армии или продолжать учебу в консерватории? А как у вас там? Я говорю, да честно говоря, не очень. Но мне кажется, что надо это дело добить. Он говорит, ну что ж, тогда я подаю вас на, как бы, документы в запас. Все, благодарю. Развернулся и стал студентом. Васильев, ты кто, бас? Нет, не бас. Тенор? Вроде не тенор. Баритон? Нет, не баритон. Нет, все-таки драматический тенор. А может, баритон? Вот так будущую ярчайшую звезду опереты Герарда Васильева гоняли, как мячик в пинг-понге. От одного учителя к другому. Но никто толком не мог понять, что с ним делать. Голос есть, а вытащить из него главный, настоящий полноценный звук не может никто. Но однажды будущая звезда Большого театра Владимир Атлантов, который учился с Васильевым у одного педагога, услышал своего приятеля. У нас в классе торжественный день. Володька приходит, все рады, он поет, потрясающе поет. А я к тому времени уже пел «Прости, небесные создания» Германа. Спел. Прилично. Но трудновато верхушка. Вышли из класса с Вовкой. Он мне и говорит, слушай, Герка, если ты выучишься, то ты будешь великий тенор. Но ты знаешь, как трудно выучиться. А еще труднее быть им, работать. А вот если ты будешь петь лирическим баритоном, то ты пропоешь всю жизнь. И тогда я на другой день пришел к Наталье Дмитриевне и сказал, Наталья Дмитриевна, мне приснилось, что я баритон. Я же не мог выдать товарища. Ну, какой же ты баритон, Герка. Вот мой Павлуша был баритоном, ее муж был солистом Мариинского театра. Я тут и брякнул. А может, я буду работать в оперетке? Не видя за свою жизнь только одну оперетту, когда я был курсантом. Главный хормейстер Малого театра и Николай Семенович Ирбинович, дирижер, профессор консерватории, они сказали, это не имеет никакого значения, что вы ему поставите. Он будет выходить на сцену, на него будут смотреть, кто-то даже захихиков. Он говорит, стоп, и его будут слушать. Не сомневайтесь. Все. У него будет все в порядке. Можно часто увлекаться, но один лишь раз любить. Ненадолго повстречаться, чтоб навете не забыть. Клятвы не давал тебе я ложной. Счастье ожидает от нас. Жизнь увлекаться часто можно, но любить один только раз. Выпускался Васильев из Ленинградской консерватории с твердой четверкой. Но совсем даже и не отличник. И куда же его возьмут петь? Надо где-то работать. Не автослесарем же идти, хотя у Васильева были и такие мысли. Но опытные педагоги давно в Герарде разглядели артиста. Парень яркий, магнетическое обаяние, девушки глаз от него оторвать не могут. По телевизору увидел демонстрацию модели одежды. Ходят ребята, показывают костюм. А я-то что, рыжий, что ли? Я же мы в Суворовском училище у нас был строевая и строевая и уроки танцев были и миньон мазурка полонез подыграс Но они сразу взяли, как увидели. Сразу взяли. У меня был стандартный 50 размер и я умел стоять не колыхаясь, потому что в карауле стоял, у знамени стоял, бывало по 2 часа, по 4 часа. То есть это в принципе была легкая работа. После армии постоять там, примеряют костюм. Тем более, что тебя все любят, ценят, манекенщик. Многие дома моделей приезжали и рассчитывали на то, что они на меня будут одевать, потому что всегда получали оценки 5. И вот приходит момент, когда вы просто-напросто сбегаете из этого Ленинграда. Да, да, так сложилось. Не знаю, наверное, тяжело было. Нет, 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 Это было просто глупо. На первый взгляд, конечно, глупо сбегать из Ленинграда в Сибирь. Но в итоге работа в Новосибирском театре музыкальной комедии станет счастливейшим временем творческой судьбе Герарда Васильева. Новосибирск окажется фантастическим трамплином к его всесоюзному успеху и признанию. Такое счастье, что на пути еще и встал большой театр и большой соблазн не поучаствовать в конкурсе. История была с Большим театром очень такая, я бы сказал, приятная и веселая. Я тогда познакомился с замечательными артистами уже лично и с Вишневской, и с Огневцевым, и с Урабом Анджапаридзе. Был конкурс в Тажорскую группу Большого театра. Надо идти пробовать. Да. Поехал. Смелость города берет. А я никогда не пел калатину фигуры с оркестром. Только с фортефеем. Я вообще с оркестром ничего из баритонального репертуара никогда не пел. Ну и мне что-то показалось, что там что-то перед фразой сто голосов зовут, сто девицей сто голосов. Что-то кто-то не сыграл. Мне показалось, что что-то в оркестре не прозвучало. Что меня дернуло, идиоты? Я остановился. И сказал, маэстро, у вас там что-то... В зале раздался гомерический хохот. Стоит конкурсант. Да, 32-летний какой-то пацан, а выглядел я гораздо моложе. Да, да, да. И дирижер вот это указание большого театра, оркестра, что... Да, правда, дирижер был тоже стажер, который потом стал главным дирижером киевской оперы. И мне сказали следующее. Молодой человек, вы нам понравились, но у вас нет, совсем нет опыта работы с оркестром. Поэтому поезжайте на годик в провинцию. Приобретите опыт. Столько у нас городов в России оперных театров. В Новосибирске на Васильево зрители шли толпами. Только за один сезон в театре он сыграл шесть главных ролей. Разве такое возможно? Оказывается, да. И с каждой ролью Герард набирал силу. В Новосибирске зажглась суперзвезда. Я вставал утром, шел на балетный класс, потом завтрак, потом занятие с концертмейстером полтора часа, потом с режиссером, потом шел в гостиницу. Я обедал там же в ресторане-гостинице, да, ложился спать на 45 минут, вставал, выпивал в буфете кофе и шел в театр и снова работал с концертмейстером. И всякий раз меня директор приглашал в кабинет и говорил, а Герард Вячеславович, какую роль следующую вы хотите? Да вообще, это как во сне, знаете, это какому артисту сказать, да, приходят, ну что, вы были в статусе суперзвезды просто. Ну, что делать? Ну, я думаю, я ничего для этого не делал. Руководство стало прятать Герарда Васильева от всех директоров театров других городов, поскольку пошли слухи, что его могут переманить либо в Ленинград, либо в столицу. И в один прекрасный день в гостиничном номере Васильева раздался телефонный звонок. С вами говорит Йосиф Исакович Кацафа, заместитель директора Московского театра Аперетты. Я звоню по просьбе Георгия Павловича Ансимова. Мы хотели бы вас увидеть у себя в театре. Георгий Павлович вас приглашает на пробу. Это вот первый месяц гастролей. Хорошо, я говорю, вот так будет, что между Калинином и городом Кировом через Москву едем. Я через Москву зайду в театр. Пришел в театр. На сцене еще стружка, там какие-то доски на сцене меняются. Мне представляет концертмейстер Виктор Леонидович Сац. Замечательный был человек. Мы идем в класс. Что будешь петь? Я говорю, Баренкая и Нерона. Все, прошли. Вышел на сцену, стружечку подвинул, выкатили рояль, спел. В зале сидит Ансимов? В зале были билетеры, которые готовили через день или через два уже театр открывался. Георгий Павлович так поворачивается к ним. Ну что, берем? Ну берите, берите. Берите, берите. Обал. Я так всегда смею. Берите, берите. Я буду решать про рояль тро-ля-ля, а вы другая чесна. Должна ты трепетать предмутом тро-ля-ля, закон, закон веков. А нет, мне муж, такой не нужен тро-ля-ля, я жить хочу легко. Ты видишь веселье видишь в мраке тро-ля-ля, будет ли оно большой вопрос? Я не сомневаюсь контроль тро-ля-ля, не нужен муж для слез. Герард Васильев солист Московского театра оперетты. Сон ли это? Нет, все наяву. Но нужно возвращаться в Киров. Там продолжаются гастроли Новосибирского театра. И как-то надо объявлять коллегам об уходе. И так получилось, что мы в фойе театра Тюз в Кирове. Ныне Вятка. Вдруг очевидно директор чувствовал, шел за мной и мы в фойе и больше никого. Я говорю, Иннокентий Васильевич, меня позвали и я еду не в отпуск, а еду работать в Московский театр оперетт. И он так что-то пытается сказать. Потом говорит, я знал, что вы к нам ненадолго, но не думал, что так быстро. Отвернулся, а руку протянул. И вот прощание трупа. Ну, я с чемоданчиком больше ничего нет, потому что у меня все в Новосибирске. Вот. Ноты, все, все там. И вдруг ведущий в обувной мастерской. Маленькая женщина, такая, старенькая. Все веселятся, ну, поздравляем, в Москву, в Москву, в Москву. И вдруг она руки протянула так и зарыдала. Кирк. И я раскололся. Быстренько обнялись, больше никому ничего, ни слова, чем на вокзал. Билет уже был куплен, по-моему. И я вышел не покурить, нет, я не курил, нет, я не курил. И рельсы убегают. Кх-х-х. Тут я по-настоящему раскололся. На крыло, да? Я, наверное, так никогда не рыдал. Никогда не на крыло, со страшной силой. Ну, но ждала уже Москва. Снова туда, где море огней, снова туда с тоскою своей, светит прожектор, фанфары гремят, публика ждет, путь смелее окрубат. Со смертью игрою, смелый дерзок вайтрек, все замирает, все смолкает вокруг. Слушая скрипку, да, мы вложек сдохнут, скажут с улыбкой храбрый шут. Васильеву в Москве доброжелатели сразу объявили, что по семь главных ролей в год он петь точно не будет. Но все равно каждый год премьера за премьеру ему была обеспечена. Сама Татьяна Шмыга Примадонна театра опереты пожелала петь вместе с Васильевым. Пришел оглушительный успех. ПЕСНЯ 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 Вы Вы быстро вошли в топовый этот состав. Потому что я сразу начал репетировать премьерный спектакль в ритме сердца и как бы органично вошел в труппу. А потом я твердо знал, что надо сыграв премьеру, надо накрывать поляну. И как нам говорили старики, хочешь услышать доброе слово. Не забудь проставиться. Не забудь поляну. Да, да, да. Нет, я шучу, конечно. Но это тоже. Шучу, шучу, но молодым артистам я это тоже. Всегда от стариков передаю это правило. В общем, Васильев прописался. Прописался. ПЕСНЯ 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 Сердце было мало влюблях. Помнишь ли ты, как мы с тобой расставались? Помнишь ли ты, Наши мечты Пусть это был только сон Мне это дракон Васильев – это касса. Количество поклонниц «Красавцы Сердцееда» просто зашкаливало. А потом еще телевидение, кино. Герард Васильев нарасхват, а Перетта стала модной. Его снимают в музыкальных фильмах и «Голубых огоньках». Мечтай всегда, с пеклом и далеко. Мечтай о том, что будет впереди. Казалось бы, вот оно, счастье невероятное. Вот она, карьера фантастическая. И тут, как гром среди ясного неба, пропадает голос. Он не слушается. И с каждым спектаклем звучит все хуже и хуже. Уколы, таблетки, капельницы, больницы. Ничего не помогает. Поползли слухи, что Васильев уже не тот. На пике славы Герард Вячеславович принимает решение покинуть сцену. Я планировал уволиться, поселиться в деревне, разводить лошадей. Но это был панкреатит. Элементарный панкреатит. От чего? Вот, разговаривая с врачами, мне объяснили, что панкреатит случается от алкоголя. Я не грешил. От обжорства. И от чего еще, как вы думаете? От стрессов. Это не на нервной почве. Вот что-то на нервной почве что-то случилось. Кто-то там подшептывал, что может быть с глаз там. Кто-то, ну что-то, что-то было. Потому что я, я не знаю. Прямо все время кровоизлияние связки, утолщение связок. Случай Васильева был практически безнадежный. Герард Вячеславович продолжал заниматься вокалом, но голос не слушался. А как смириться, что тебя списывают в запас? Ты на обочине истории. Тебя как певца уже нет. И тут Господь протягивает руку. То, что произошло с Васильевым дальше, только чудом и можно назвать. Просто привел крестить внука в храм. А в тот момент подумал, что если бы не был сиротой, то наверняка был бы крещен. Я подошел к батюшке, говорю, я хочу креститься, но я не знаю, крещеный я или нет. Это грех? Он говорит, не знаешь, не грех. Стой здесь. И по всем правилам, и Андрюшку окрестил, потом меня окрестил. Все. И где-то через неделю или дней через десять я со своими крестьянскими друзьями, Валерой Лутенко, Борис Иванович Чистов, председатель колхоза, мы ночью после рыбалки на росе ватники побросали. По бутылке самогона. Стандартный набор рыбачок. Соленый огурчик, вареное яичко, лучок, черный хлеб. Это полный набор для панкреатита. Все, что нужно. Не было только шампанского, но был самогон. То есть принципу скорую можно было вызывать. Да. И ничего. И ничего. Отпустил. И все. У меня были два педагога. У нас консультировали в театре по вокальной части. Дора Борисовна Белявская, профессор. Трижды заслуженный деятель искусства. Дора, которая Синявскую? Так точно. Она же и Шмыгу, по-моему, тоже учила. Да. Она-то великая. Великая Дора. Вдруг однажды стою у рояля. Дорочка Борисовна начинает упражнение. Останавливается. И говорит, Гера, голос вернулся. Хотя за все пять лет она ни разу мне не сказала, что он уходит. Она говорит, надо заниматься. Вот сегодня распелись. Вот сегодня будет хороший спектакль. Все будет в порядке. Вот так. А тут вдруг голос вернулся. Все прошло много лет. Я объехал без свет. Но нигде, верте мне, не был счастлив ко мне. В 1994 году в семью Герарда Васильева приходит горе. Умирает его жена Лидия, с которой он прожил четверть века. Васильеву всего 59 лет. И на него просто страшно смотреть. Он замыкается, ведет затворнический образ жизни. А ожидать каких-то перемен ему казалось тогда смешно и глупо. А вот и зря. Чудеса в жизни Герарда Васильева продолжались. Хотя, казалось бы, рядовая ситуация в театре. Замена артиста в спектакле. Постоянная партнерша Васильева просто не смогла выйти на сцену. И Герарду Вячеславовичу объявили, что сегодня принцессу цирка он поет с другой певицей. Ее зовут Жанна Жердер. Вот и все. Они просто прикостулись друг к другу. А дальше это все одна большая тайна. И встреча с любимой. И рождение сына. Да-да. В 69 лет Герард Васильев становится молодым отцом. Могли бы вы представить, если бы вам сказали, что у вас родится сын, который будет артист, который будет продаваться... Надеюсь, что будет артист. Будет артист, да. Он уже много играл. Он же вырос фактически... Он вырос на сцене. В колесах, да, и на сцене театра опередов. Мы у Галины Преображенской в Сокольниках на открытой эстраде с Жанной пели в концерте. Но когда мы пели соло, то это было все просто. Сережа или со мной, или с Жанной был за кулисами. А когда нам надо было играть сцену Эдвина и Сильвы, помнишь ли ты обоим, он завозражал. А надо уже нас объявили, а он нас не отпускает. И нам говорят, да выходите с ним на сцену, выходите. И Жанна его взяла на руки, и мы вышли. И я говорю, Сильва, графиня Конислава. Публика была в восторге. А потом помнишь ли ты, ну все было сыграно, нас приняли на ура. Выходили кланяться Сережкой. Вот он получил свое крещение тогда сценическое. На Сильве. А мы-то удивляемся, почему он вдруг потом стал играть на сцене. И почему захотел, и поступил в Щукинский институт. Впереди второй акт, а мы с тобой еще. А мы с тобой еще не готовы. Я только хотела вам сказать. А мы с тобой еще не готовы. Вот за эти годы вы с Жанной и журнал сделали, и конкурс, такую ярмарку артистов оперетты. Да, мы зарегистрировали фонд по сохранению и развитию жанра оперетты. Много лет он существовал. Потом издавали журнал. Потом, значит, замешали этот конкурс молодых артистов оперетты и мюзиклы теперь. Вот, и уже у нас 15 раз уже прошел этот конкурс. И многие ребята блистательно работают в своих театрах, лауреаты нашего конкурса. Да, ваши ребята работают уже выпускники. У вас же только был в прошлом году выпуск, да, Василий? Да, это был уже второй выпуск, и уже в театре работают. В общем, из этого выпуска нашего второго 75% работают по профессии. Выпуск получился. У вас новый курс уже? Да. Третий набор. Третий набор. Бог троицу любит. Вы представляете, сколько у вас еще дел? У вас третий набор, их надо всех дома довезти. Раз. У вас сын заканчивает обучение. Это уже династия, понимаете, что Васильев... Династия? Так у Жанны папа и мама, и дедушка, и бабушка, они... Дед в свое время причалил к бродячему Оренбургскому театру музыкальной комедии. И бабушка была... А поскольку он был директором, и как бы, или... То солисткой бабушке не стало, это нехорошо. Она была артисткой хора. Так что у нас там оттуда, оттуда прется это по папе, по линии Жердера. Я хочу вам пожелать, чтобы и новый курс был успешным. Чтобы ребята были талантливы. Спасибо. Это говорит о том, что оперета жива. Раз молодежь идет. Да. Я уверен, что Сергей продолжит. Пусть станет хорошим артистом. Вот это я ему желаю. И я вам, Жанны, желаю побольше еще весны вашей жизни. Спасибо. Спасибо. Спасибо вам. Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА